В Алматы представители бизнеса по установке на автомобилей газобаллонного оборудования заявили об ущемлении прав. В Казахстане 350 тысяч транспортных средств на газу. Это автобусы, грузовые машины и автомобили. По новым правилам пожарной безопасности им запрещено въезжать в подземные и крытые паркинги. Нововведение уже сказалось на предпринимателях. Автолюбители больше не желают переходить на газ. На данный момент, как видите, машин у нас нет, работы нет. Надежда Семидьянкина занимается бизнесом по установке газобаллонного оборудования уже 6 лет. Если раньше в день приходило по 2-3 клиента, то сейчас спрос упал в разы. Все из-за того, что теперь автомобилям на газу запрещена стоянка в подземных и крытых парковках жилых домов, ТРЦ и бизнес-центрах. Вот за январь месяц у нас в общем произошло 7 установок. А раньше сколько было? Раньше в месяц у нас статистика шла на среднем 25-30 машин. А сейчас, ну правда, большой спад. И я не знаю дальше, как с этим бизнесом заниматься. Стоит ли дальше продолжать эту деятельность. В палате предпринимателей Алматы считают, что такие нормы ущемляют права водителей и усугубляют экологию. Пожарные объясняют. Изменения в правила вступили в силу в конце декабря. Мера эта вынужденная. Ведь в Казахстане нет органа, который бы контролировал качество установки газобаллонного оборудования на авто. На парковке открытые разрешается. Запрещается подземных и крытых паркингов встроенных. А если вот жилой дом, например, пятиэтажный, и там подземка есть? Запрещается. Представители бизнеса такие аргументы не убедили. За последние вот 6 лет, которые мы занимаемся, в городе Алматы ни одного доказанного случая мы не видим взрыва бака по вине именно газобаллонного оборудования. Уполномоченные органы предупредили, что за стоянку в запрещенных местах владельцев машин на газу теперь будут штрафовать. Для физлиц это 5 МРП. Больше 13 тысяч тенге. Правда, как и кто будет определять наличие газобаллонного оборудования у авто при въезде на парковку, непонятно. Их не впустят в том случае, если на машине будет специальная наклейка. Но они по закону сейчас не предусмотрены. Постановление еще на согласовании. Так что пока каждый сам решает, нарушать ему закон или нет. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.